Всем здарова народ, сегодняшний гайд у нас будет посвящен Чифтейну, Тиндерлин, кто шарит тот поймет. В общем, все как обычно, стилистика гайда, давайте посмотрим его скиллы. Итак, друзья, давайте уже приступим к обзору первой способности на данного персонажа. В общем, ребят, смотрите, называется она Эхостом, берет всегда 100 маны. Колда у нас 14, 13, 12, 11 секунд, в зависимости от левела прокачки, и имеет какие-то плюшки. Смотрите, 2 секунды, 3, 4, 5, и демэдж 80, 90, 100 и 110. Хорошо, это мы запомнили. Все мы знаем, что такое ченнелинг, да, давайте прокачаем. Ченнелинг. Ченнелинг это прерываемое какое-то заклинание, будь то, допустим, если ВД, знаете, да, когда он, ВД у нас кастует. Ультимейт это тоже ченнелинг, и его можно сбить станом, свапом Венги, допустим, колд снап инвокера, неважно, он сбивается просто любым обычным башем, еулом, без разницы. В общем, ченнелинг. Идет у нас этот ченнелинг 1 и 2 секунды, и далее происходит какой-то эффект. Что он у нас делает? Эта способность, ни в коем случае, ребят, не думайте, что это стан. Эта способность наносит демэдж по завершении 110, и накладывает сон на персонажа на 5 секунд на ласт левеле. На всех юнитов вокруг также наносится, насылается вот этот сон. Смотрите, я топаю, отхожу, и сон. Я им управлять не могу, но когда он выходит с вот этого, вот видели, на голове у него такая тема, он может двигаться, персонаж. Фух, что ж у нас же это будет значить? В комбинировании с ультимейтом, со второй, в принципе, это идеальный спелл, чтобы подготовить наших тиммейтов, и вообще энеми к тимвайпу, ну то есть к поражению, потому что эта тема висит 5 секунд. Давайте мы сейчас ее докачаем, я вам покажу конкретно, что он у нас будет делать. Вот смотрите, все, 5 секунд, персонаж ничего не может делать, но его можно разбудить. Как это у нас сделать можно? Многие ребята, вот я просто сколько играл на Таурене, из подписчиков не знают, как вот вообще он работает, и в принципе, смотрите, ошибочно я даю прокаст, и кто-то подходит. Просто ударяет, и он выходит со сна, и все, комбинация провалилась, ничего мы уже не сделаем. Ребят, так что запоминайте, это ни в коем случае не стан, это сон, и когда Таурен дает первый, лучше подождите, и не ошибайтесь, пожалуйста, ребят, вот такой вот у нас первый спелл, запоминайте. Чаннелинг, 1,2 секунды, сон, и дэмэдж 110. Дэмэджа мало, но чуть позже расскажу, что дэмэджа на самом деле немало. Поехали на обзор второго спелла. Итак, друзья, перейдем ко второй способности. Вторая способность, это у нас призыв духа, который имеет полностью идентичный МС, равный нашему момент спиду. Этот дух имеет свои плюшки в зависимости от прокачки, там все по прокачке у нас, в принципе, досконально. Я вам расскажу сейчас о четвертом уровне. Смотрите, призывается вот такой дух, он способен проходить через текстуры, есть у него какой-то активный спелл, и если он кого-то цепляет, смотрите, цепляет, видите, наносится дэмэдж, и дух у нас сам возвращается по окончании, и дает какие-то нам бафы. Смотрите, баф и дэмэдж. Что он нам конкретно дает? Почитаем. Смотрите. Дает 15 дэмэджа за прохождение через крипов, плюс наносит дэмэдж при касании, о нем чуть-чуть позже. Дает за крипа 15 урона, и за героя дает 40 урона. Дэмэджа возвращается, и плюс еще дает нам мовмен спид, равный 1% от крипа и 5% от героя. Ну, примерно, получается, эти 5% это 16 мовмен спида от героя, и 3 мовмен спида за одного крипа. Вот. Смотрите. Касается персонаж, наносит дэмэдж. Дэмэдж на ласт левель равный 150. Также есть у нас какая-то активная способность. Эхо стомп. Мы ее нажимаем, и у нас вот тут топает персонаж. И этот ченнелинг первого спела никто никак не сможет на духе прервать. То есть, это такая прикольная фишка. Допустим, мы стоим где-то в кустах, отводим духа. Опа. Увидели. Стомпаем. Тут все замерли, и можно дать прокаст. Вот такая вот фишка у второго спела, ребят. Очень годная тема, потому что никто не сможет прервать этот ченнелинг. Ченнелинг только на нас могут призывать, и прервать именно на нашем персонаже. Так. Касаемо комбинации с третьей способностью. Третья способность, я расскажу чуть позже, что она делает. Но запомните, что также на духе у нас работает вот это вот работает у нас. Вот смотрите, просто смотрите. Вот видите. Сейчас подойду поближе. Вот смотрите. Видите, вот работает аура. Видно. На духе. И это очень классно тем, потому что мы можем помогать своим союзникам на расстоянии кого-либо убивать. Снимая какие-то фишечки от третьей способности. Давайте поговорим уже о третьей способности. Что же она делает, и чем она нам будет помогать, ребят. Поехали. Что ж, друзья. А теперь поговорим о третьей способности, которая у нас есть у данного персонажа. Это самая основная способность, за что в принципе и славится у нас Таурен. Лично я так считаю. Ни первый, ни второй, ни ультимейт. Даже рядом не стоят. Что у нас делает третий спелл? Третий спелл это аура. Но небольшая. Она имеет примерно вот где-то вот такую вот ауешечку. Ауешка очень маленькая, но эта аура будет работать и на духе. Если мы пускаем духа, соответственно, аура также будет работать. Видите, аура работает, минус армор дает. И что она у нас будет конкретно делать? Минус армор не смотрите. Забудьте об этом. Я вам сейчас расскажу, что делает этот спелл. Он убирает на 100% базовое магическое и физическое сопротивление. Базовое магическое сопротивление равняется у нас 25% на каждом персонаже, кроме мипа. У мипа он 30%. Соответственно, этот резист у нас убирается. Также тут сказано про физическое сопротивление, родное. Как вы знаете, морфлинг при перекачке... Смотрите, он перекачивается в силу и теряет родной армор. Теряет он, ловкость переходит в силу. И, соответственно, родного армора у нас становится намного меньше. Но когда морфлинг полностью перекачивается в ловкость, вы видите, у него становится родное физическое сопротивление, родное. Смотрите, 24 единицы. И таурен, когда подходит сюда, он снимает полностью все родное вот это сопротивление. Получается, это родное сопротивление, это не бонус. Но, но, что относится у нас к ни родному, ни базовому сопротивлению? Это, допустим, если это магическое сопротивление, это пайп. Пайп таурен не сносит. Что еще у нас? Кераса. Кераса это хорошее физическое сопротивление. Кераса он тоже не сносит. Ребят, запоминайте. Все родное. Соответственно, 2 армора на думе? Да не вопрос. Уберем. Смотрите. Оп, минус 2 армора. На 100% сняли. И так на каждого персонажа. Очень сильно контрит. Морфа. Очень сильно контрит Сларка. Так как Сларк перекачивает все ловкость. Соответственно, у него становится больше армора. И вот такая вот тема, ребят. Третий спелл очень бомбический. Не знаю, говорил нет. Повторюсь. Он работает у нас с духом. С духом, видите. Армор снимает. Снимает также. Вот это вот магическое сопротивление. Получается у нас первый спелл. И второй спелл начинает бить чистым уроном. Чистым, ребят. Плюс, если это какая-то комбинация. У нас есть союзный Тинни, допустим. Тинни бежит. Мы можем как ему помочь? Послать духа. Вот, допустим, Тинни тут прыгает с даггера. А мы подходим к эннему персонажу. И просто даем ауру. И Тинни наносит 100% прокаст. Без вот этого вот резиста. Противник у нас без резиста. Ребят, запоминайте, что дух вот этот, это очень жесткая тема. Ну, в принципе, по этому спеллу все. Рассказал вам. Ауешка очень маленькая, к сожалению, ребят. К сожалению, ауешка очень маленькая. Просто посмотрите, я уже не достаю. Вот, я подошел. Вот она, ауешка сама. То есть от персонажа она вот так вот примерно работает. То есть это вообще ничто. По меркам доты это очень вообще мало. Но бонус себя, в принципе, оправдывает. Представляете? Просто всегда нету армора ни у крипов, ни у... Каких-либо вот морфов. Просто вот. Как бы все. У ДК родной бонус остается. Я проверил. У него снимается только родной вот этот армор. А третий почему-то, посмотрите. Все мы знаем, что при прокачке третьего ему добавляется бонус. Но видите, ему этот бонус не убирается. То есть Таурен не игнорирует это. На 83 это игнорируется, насколько я помню. А на 85, видите, нет. Соответственно, вот вам небольшая еще фишечка. Что ж, поговорили о его скиллах. Давайте перейдем к ультимейту. И посмотрим, что же он у нас делает. И как он у нас работает. Итак, ребят. Давайте же поговорим, наконец-таки, об его ультимейте. Ультимейт на Таурене очень мощный. Он снимает 35% от максимального здоровья. Накладывает замедление в размере 50% на 5 секунд. Плюс при покупке аганима увеличивает немного длительность. Там, по-моему, 6 или 7 секунд. Я уже точно не помню. Смотрите видосик по аганиму. У меня есть он. И накладывается дизарм. Вы представляете, замедление. Дизарм. Что хочешь, делай с энерами. Ну, давайте же конкретно посмотрим, как он у нас работает. Вот вообще, ну как? Ну, как он у нас работает ультимейт? Смотрите. Кидается такая волна. Поехалый. Бах. Взрывается. И вот эти все эффекты, о которых я сказал ранее, они начинают действовать. Но в чем особенность? Ребят, в чем особенность? Давайте пропишем тайм, чтобы видеть. В чем особенность? Смотрите. Во-первых, этот спелл у нас стягивает в центр. Вот сюда. Оп. Стянуло. Как видите, сняло 35% ровно хитпоинтов у наших врагов. И какая у нас есть особенность? Не стоит забывать, что у нас второй спелл снимает все резисты. Так, камера не мороси, снимает все резисты. Мэджик, физикл. И в комбинации это очень мощно. Смотрите. Одному сикеру я дам эту ауру, а другому нет. И как вы думаете, какому сикеру нанесется демеджа больше, несмотря на то, что 35% от максимального здоровья? Напишите в комментах, кто как думал. Ребят. Но не байчук. Давайте уже наконец-таки смотреть, потому что всем интересно. Смотрите. Кастуем. Ультимейт. И даем одному ауру. Этому не даем. Смотрите. Какая разница. А, ну его стянуло немножко. Давайте попробуем еще раз. Скипнем. Давайте теперь посмотрим еще раз. Кому же у нас нанесется демеджа больше, если я одному сикеру дам ауру, а другому не дам. Давайте вот выставим их вот так вот, чтобы было по чесночку. И поехали. Кастуем ульту. И даем вот этому, вот эту тему. Смотрите. Снесло примерно 50%. А этому ровно 35%. То есть немаловажно, ребят, немаловажно. Давать ауру под ультимейт. Видели, какая разница? Просто либо 50% с ульты, либо 35%. Я думаю, разница очевидна. Что ж, а теперь же давайте посмотрим, насколько сильно у нас продамажит вся комбинация. Смотрите. Вот так вот делаем. Закинули. И духа не возвращаем. Остается у наших противников примерно, ну, 70%. Сколько? 75% минусов. Остается примерно 35-40% хитпоинтов. И это у нас вся комбинация. Ребят, вот такой вот у нас ультимейт. Вот такой вот у нас персонаж. Все досконально объяснил. Давайте теперь перейдем к практике и посмотрим, насколько этот персонаж силен в обычных играх. Поехали. Итак, ребят, как вы могли заметить, когда я тестировал ультимейт, какому-то сикеру нанеслось дэмэджи немного больше. От чего это зависит? Я сам, если честно, не знал. Я сейчас начал тестировать после того, как пересматривал монтаж. И некоторые моменты, смотрите, как выяснились у нас. Если мы даем вот такую вот комбинацию, вот, допустим, смотрите, рядом с нашим духом, будучи, находясь рядом с нашим духом и самим персонажем, смотрите дэмэджи, сколько он носится. То есть, соответственно, ауры, аура духа и наша аура, они стакаются. Если честно, я сам не знал, ребят. Посмотрите, сколько дэмэджа у нас тупо с комбинацией, хитпоинты, энеми, просто остается 20-15% хитпоинтов у энеми остается. Это вообще, как понимать? Как это понимать? То есть, получается, у нас аура будет давать не стопроцентный резист, а двухстопроцентный, когда рядом наш таурен и, соответственно, наш дух. Получается, 200% это работает. Но тут, видите, не показано, но физическое сопротивление вроде как остается, но магическое уходит, потому что по-другому это объяснить никак. Вот такая вот фишка, ребят. Надеюсь, вам это будет полезно. Погнали уже смотреть ролик. Так, ребят, погнали. Каточку. Ой, как я обожаю вот этого персонажа, если честно. Сейчас, ребят, попробуем, не знаю, еще раз. 2-3, 2-3-1. 1 на, смотрите, на 3 секунды. На вторую лову 90 демидж. Проис, фэ, ру. Проис, фэ, это да. Так, смотрите, пикает у нас там уже пот. Мы будем смотреть, феникс взяли. Феникс без армора, это радует. Феникс отлетать будет. Смотрите, в общем, что мы будем делать. Какую-нибудь надо страдку в троечку хотя бы взять, ауру. И 1-2. 1-2 начать брать. Хотя бы на 3 секунды. Думаю, за 3 секунды успеваться все будет. Не готов. Присел у нас Таурен, подустал, видимо... Нет, не присел, мне показалось, он оперся чисто такой, знаете, думает, блин, я уже запарился писать эти гайды. Азис, ты, наверное, дурак, почему ты меня так мучаешь? А я скажу, Таурен, слушай, братишка, ну ты же такой сильный персонаж. Почему ты, ну вот так вот говоришь, что мучает? Я не мучаю, я пытаюсь донести ребятам, что этот персонаж, в принципе, играбельный. В своих условиях он, в принципе, любит... Оу, не... Ладно, несу опять какую-то дичну. Поехали. Так, Рудус берем. Кто у нас там, Потман? Ну, готовится Потман кидать Ару, будем следить за ней, наверное. Будем следить за кидком Ару, будет закидывать 5 секунд. Сейчас будет уже кидать. Все, должен сейчас кидать. Я! Ару улетит или что там? Во, окей, вот этого пацана. Ну, не забирай, я отвратительно, 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 отвратительно. Ну, ладно, Гаухилочка, чтобы не тратиться и возьмем... А, Варлика нет. Ладно, ладно, ладно. Пойдет. Ну, и Руну не забрали, и ФБ не забрали. Но Сларк там бегает, значит, Сларк молодец. Так, ну, сразу приходим. Приходим и начинаем мучить наших крипов тут. Смотрите, просто мученики. Собрались. Надеюсь, я Ару не поймаю. Я люблю Ару ловить, ребят. Это нормально. Ловить Ару, это нормально, ребят. Если вы ловите Ару как дурачки, как Азесы, то... Знайте. Это нормально. Хилимся. Живем, как говорится. Не знаю, буду ли я стакать. Давайте, в принципе... Стакаем, окей. Стакаем. Ага, стакнули. Молодцы. Сапожок, говоришь? Надо. Говоришь, сапожок надо. Не буду добивать, потому что... Даю фору. Даю фору. А шо кликать? Типа убеивать? Вода беги под тавр, за ним убивай. И маю. Так, ребят, ну тут страта немного потяжелее будет. Я в первой игре стакал себе крипчиков. Стакал себе крипчиков в лесу. И смело огнял. Тут придется немного побегать. Варда мне не дали, к сожалению. Не вижу я ее. То, что она будет мансовать так спокойно. Это, в принципе, нормально будет считаться. Будет нормально считаться. Нормально будет считаться. Гот, это где ты там? Все, понял тебя. Фармим пока что. Сюда. Берем ауру. Пойдем через 2-3. Что я говорил? Как обычно, ребят. Как обычно. Я, как обычно, люблю ауру ловить. Давайте возьмем ботл. С ботлом будем. Ботлом. Боже, дед, сколько-то раз промахнулся там. Ох, что-то дед. О, не добивая. Ну, я себя сейчас просто закусаю за ноги. Просто возьму. Ага-га-га-га-га. Как собака. Потому что не могу крипов добить. Вижена, блин, нужно. Вот этот вижен я не люблю. В лоу-граунде вот так вот стоять и фармить. Вообще очень напряжен. Просто привычка. Ару, до свидания. А я ауру поймаю даже стоя вот так вот в крипах, я все равно ауру поймаю. О, окей. Боже, как я за его идиоту ауру. Осуждаю сам себя. Да, прыгай ты уже, убивай меня. Не знаю, даже пришел феникс. Зачем-то что-то хотят мне сделать. Центральный. Погнали за ботлом. Даже встречу его. Потому что так не вариант. Так не вариант. Очень долго буду ждать, пока он придет. Буду АФК стоять. А так можно будет сейчас. Все, погнали. Вот так вот. Вот так вот сделаем. Постакали немножко. Ну, не вижу я ее. Что там по эмэсу? 400. 400. На ауру такая божественная идет. Ннизу монетка. Го зафармим. Кату. Все, гоу. Куру главное не слейте. Монетку заберут там, я думаю. Дабл дэмэдж. Ну, дабл дэмэдж мне тут не сильно поможет. Фейзы бы. Сларк там прыгает. Ай, без хитпоинтов. Просто молодец. Кура там ходит. Кура. Кура Сларк, походу, направил на энеми. Потому что курьер упирался в феникса. Это чисто отвратительно. Отвратительно. Ладно, спокойно фармим. Пока спокойно фармим. Все, ауру взяли. Фейзы сейчас будем делать, ребят. Делаем фейзы. И пойдем прогангаем, наверное. Одну какую-нибудь линию. Че с ты им фармим, тупо? Вижена нет. Уф, как я ее не поймал? Я не знаю, конечно, но... Что СС? Патма у меня. Такой СС. Она стоит, потеет, бедная, без хитпоинтов. Отпрыгивает, так, гоу. Вот это. Эппшка и вардецкий надо, ребят. Сейчас, сейчас, сейчас. Но не люблю вот это разделение дэмэджа. Крепочки потеют. Ой, как я сейчас Ару не поймал. Слушайте, ну везет что-то. Че-то везет. Везет что-то есть у меня. Капнутый курьер. Сейчас пойдем, возьмем руну и погнали. Гангнем вниз или топ. На фейзах просто изи будет. Просто с руки будем овныч делать. Вот здесь все пары, поставим. Хорошо. Вую руну было видно и всю вот эту тему. Бенжи Фу. Бенжи Фу. Додумается прыгнуть. Я тут ее убью. Убил, проверяй. Убил, проверяй. Спасибо инвокеру. Я бы ж не справился с этим фрагом. Я думаю, она бы упрыгала. Ой, ладно. Гоу Ауру. В 4. Next stomp. Раскачем. Раскачем. Опа. А я тут не вижу, ребят. Я буду драться как мужчина. Буду драться как мужчина. Не вижу. Ну, я был зафокусирован на то, что там инвокер немножко подстилил. Ну, пойдет. Пойдет. Ничего страшного. Дурачков надо знать в лицо. Пока покурим, посидим. Не смотрел на карту. Обычно сижу, знаете, как сижу на карту. Смотрю на крипов и я дурачок у мамы такой один. Так, ну что ж. Предлагаю сходить в ганге. Немножко помусолить свои булочки. Помусолить немножко свои булочки в гангах. Так, ну тут феникс походу умрет. Нет, не умирает. Не хочет феникс умирать. Не знаю почему. Наверное, так надо. Смока есть, может поесть. Вот, настой. У нее, знаете, как будто определенный скрипт срабатывает, где нужно заюзать этот прыжок. Как будто определенный какой-то скрипт, серьезно. Сларк там дудосит дума. Откидывает думстан, но тут не помогает. Просто я вам отвечаю, как будто определенный скрипт какой-то срабатывает. Оп, отмы. И она такая, надо прыгнуть тут. Чпоньк прыгает. Надо прыгнуть тут. И опять такая, знаете, прыгает. Не понимаю. Но тяжело я в миде убивать. Вот пуджа на изи на миде убивать вообще. Подстакиваешь. Ну, смысл за ней гнаться вообще. Не понимаю. Осуждительно, так сказать. Боже, она еще руну сбрала. Я не знаю, как по тму поймать на Чифтейне. Я не умею, честно вам скажу. Я не умею ловить, потому что на Чифтейне. Нужно быстро бегать или что делать, я не понимаю. Просто я тут с ней развлекаюсь. Она чисто как дурочка бегает. Я чисто с ней развлекаюсь. А еще раз липюзай. Я не знаю, это наркомания какая-то. Нефиг весь под мимит идти, лох. Я уже вижу это сообщение. Вот так вот сделаем. Ну, пока фармим, хорошо. Будет лотар, будет жизнь. Будет, так сказать, в кармане пачка сигарет. Гоуста к ним. Блин, вообще бы идеально было бы подраться. Ну, такое. Я не дерусь, я фармлю. Было бы идеально, конечно. Вот так вот сделаем. Слард ведет за руной, но у меня есть боттл, мы это покажем, соответственно. Хейст, это отлично. Закинь, пожалуйста, вот эту тему сюда и погнали вот сюда. Спасибо тебе большое за твое повиновение. Слушаюсь и повинуюсь. Вот так вот и живем. Пока фармим. Лотар, как обычно, ребят. Лотар, выходим в лотар, фастом. Фастом, десятая минута уже, найс, фаст. Еще не набиваю кату, но не добиваюсь за того, что я у мамы такой один. Гоу-тачку заберем. Я у мамы такой один. Я гол подеремся. Она из долгий тп. Мне непрофитно уже туда идти без духа просто. Просто без духа. Я лучше спушу. Я лучше спушу без духа, не вариант туда идти уже. Хорошо. Без духа туда идти все равно, что левой рукой дергать свой волосатик. Тавр злится на меня. Тавр обозлился на меня. Мы зафармим тут. Мы зафармим просто пацанов. Вкачиваем стомп. Еще у меня куча стиков. Думаю об этом. Так, главное тут не умереть сейчас на руне. И можно будет уже лотарчик. Ой. Ой. Ой, кажется, сердце прихватило с таких мувов, ребят. Это просто отвратительно. Но это классно. Классно. Ребят, это классно. Такие моменты в жизни, это классно. Так, ну я вижу потенциал в том, что получится у меня тут... Там дублкил делает кто-то. Страшно. Я сделаю вид, что я типа написал SS на пот. Ну, пот можно нанести. Ну, нет, пот мы не нанести. Сразу осуждайте меня как хотите и понимайте меня как хотите. Лотарчик, вот он мой лотарчик. Хорошо. Просто стоим отлично без гангов, без всякой фигни. Давайте качаем ультимейт. Бьем. 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 Хорошо. Есть у нас. Берем тпшку. И можно будет сейчас настакать в лесу и выйти на низ. О, привет. Не тебе нафиг. Все, и убегаем. Сработали с хайграунда, как говорится. И убегаем. Нанизу какой-то файт. У нас есть лотар. Сейчас с лотаром, в принципе, можно будет душить. Делать какие-нибудь красивые вещи. Умник там. У нас 8 фрагов. Да, но очень сильно играет. Нифига с там, Патма. Обманывает. Прям запрыгивает по Тавру. Обманочка. Пошла, пошла обманочка. На Патме. Так, выкладываем. Понимаю. Понимаю. Гоу. Че-нибудь замутим, ребят. Опа. Криптобил. Не понимаю. А я хотел застилить. А я хотел застилить. Так, че на топ тогда пойдем? Гоу на топ, нежданчик. Я стакну два кемпа. И можно будет свапать там Бенгу. Уже начинается файт. Понимаю. Ну, я дал резист. Очень сильно много дэм уже там влетел. Да, я полезный. Это смешно. Это смешно. Да уж. Да уж. Да уж. Ладно. Фармим дальше. Фармим дальше. Пофидить что ли? Чтобы контент был. Бестолковщина какая-то я. Просто хожу по картам ничего не делаю. Хоть комбинацию бы давал что ли. Никого еще не убил. Всегда так обычно. Когда на фейзах забегаешь в крипов. А потом надо из крипов выходить. Так, ну блин. Я не знаю. Так хочется че-нибудь подраться. А там умник на сларке у нас 9 на 3. Тащит пацан мне катку. Внизу какие-то файты собираются. Гоу прогуляемся туда. Займ хейст. Вот так вот стакнем. И может быть что-то мы сегодня убьем. Так, стопэ. Разогнался. Разогнался. Бежим. Феникса не получится. 140 дем уже очень мало. Крипы забрали. А я ее не заберу. Мне тупо комбинацию надо. Наконец-то импакт пошел. От моего персонажа. Наконец-то. В нагло ворвался. Там венга просто походу ничего не стала. Ее нажимать уже говорит. Да фиг с тобой, Юзай. Юзай, что хочешь, все равно вы не выиграем уже. Такая вот пассивненькая. Каточка так, монеточку. И... А, понимаю. Монеточку и не понимаю. Сларк, ну тут моя кормушка. Безусловно. Ну, double damage, соответственно, он не оставит. Надеяться на то, что он оставит double damage, все равно что сказать, что я профессиональный игрок в Dota 1. Так что... Осуждайте меня сколько хотите. 3000 на кармане, на вебмане. Как они там файты всирают? Сейчас возьмем яшку, ребят, и... Double kill. Ну, пофейте что ли там, я не знаю, ребят. Так неинтересно играть. 3-7-11, у меня 3-1-3. Я вообще просто АФК. Я в 6 фрагах из 30 поучаствовал. Но я приходил на топ, дал ауру один раз, и все. Больше от меня толку не было в этой игре. Ладненько. Так и живем. Продаем топорик. Лайнинговая стадия игры закончилась. Взяли яшку. Яшку и... Потма у нас тоже. Фазы яша. У меня еще лотар до кучи есть. На 3000 над ворс, может, чуть побольше. Феникса убить попробовать? Го, попробуем. Почему нет? Стакнем крипов, и я думаю, там даже может ваншотик, да, вылетит. А шот ваншот будет. Главное, чтобы сейчас он не... Он уже успеет забрать крипов. Го, 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 го. Let's get a color here. Успевает забрать. Монлайт, да? Ну, я осуждаю эти монлайта. Я никогда не успеваю на файтинге. Он улетел уже. Все, он улетел. Я видел это. Там бы очень больно было бы. Итак, яшку собрал, чтобы побыстрее моваться. А через 1-2, возможно, даже бы убил. А, ясно. Ясно. Понял, не дурак. Кто же знал, что инвокер работал? Непонимающий Азиас. Только мог это знать. Кого-нибудь бы убить. Кого-нибудь. Го, подеремся, короче, с ребятами. Будем просто. Просто подеремся. Просто надо подраться. Жалко, жалко, ребята. Опять чего-то не хватает. Как будто не хватает третьей руки. Шива, луинс. Шива. Ах, понимаю. Пождем, пока ливнет у нас. Под мои. Просто фф. Скучная игра. Скучная. Все, reconnected. Поехали. Играем дальше. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Гоу-гоу-гоу. Сларк с даггером. Дай ему Doom просто. Чтоб он сдох там. Не дает Doom. А вот он задрот. Ну, короче, пушить, я понимаю. Скучная игра. Сларк затащил тебе игру. Задроты на сларках такие. Вот у меня всегда. Когда записать какой-нибудь видосик, моя команда играет. Это такое. Сейчас. Да. Найс. Найс. Так, ну все, я пошел, короче, пушить. Ребят, вы там. Что хотите делать? И я пошел пушить. Хоть под Т3 бежите. Бежите, бегите. Хоть под Т3. Хоть под Т5. Куда мой герой побежал? Сейчас вот такое. Я пошел фармить. Не мешай. ГГ. Ну, я надеюсь, что они камбэкнут за счет свинины. А там я уже вопрусь в эту каточку. Ого. Это серьезное заявление, между прочим. Метеорит в крипов это серьезно. Гоу. Лича там просветили. Ормлет. Ормлет на на этом на пацаненке. Поймай ее просто. Ну, тут стиляги. Стиляги, как говорится. Называется. Ох уж этот сларк. Ну, такое, ребят, такое. С этим сларком. Неужели интересно, пацану? Неужели интересно? Скучновато. Стиляги. Стиляги товаров. Стильги. Кстати. Зачем собирать сию и лотарь, если можно взять яшу, собрать манту и апнуть лотар? Здесь серьезно, получится же одно и то же. Сейчас в мире где-то произошел какой-то диссонанс. На самом-то деле сия. Это старый затар, потому что я всегда, как помню, этого персонажа собирал через волотьку, фазы, даже иногда травола, яшу. Соответственно, такими айтемами пытался задушевлять энеми. задушевлять. Вышел бы кто-нибудь с хай граунда. Кто-нибудь погулять. 250 демеджи на руке. Просто сидят на базе и говорят ну его нафиг. Э, ну его нафиг. Гоу. Хай граунда. Ну, снимем резисты. Плохо я навязал что-то. монстр-кил. Топотушки делаем. Кто там? Хотман. Хотман ливер. Ливерный. Да, божечки. Все, я понял. Я ухожу, бро. Я обижен. В основном внизу ярт шуикер. Ярт шуикер. А шо? Ля, чешо? Можно пофайтис, шо ли? А, не. На глотарном. В кдм. Че там убирать не хочется, как обычно. Ладно. Попросим, вежливо, может, фф напишет. Феникс решил тут деревья порубить немножко. Отксиливаем ся. Осуждаю таких игроков. Гоу. Блин, ну, матность, я бы собрал бы, ну, тут домик тупо. Упса. Это больно выглядело. Больно досадно. Ммм, досадно 2х. Сларка там гоняет. Ну, молодцы, молодцы. Молодцы, гоняйте. Ой-ой-ой, какая руна была. Я просто мог сейчас обзавестись второй душой. Второй душой. Есть там соло арканы. Соло. Соло. Мне нравится очень эффект от МКБ данного персонажа. Вот тут, скорее всего, на 85-й карте скорее всего, этого эффекта не будет. Гоу, хочется пофайтиться. Буду бить. Хорошо. Видели, как прокаст там инвокера залетел? Там просто все под минус резистом просто все в шоке были. Там все шоке были под минус резистом. Интересно, насколько сильно я свинюку раздамажу? Интересно, насколько много я пойму, поймаю ару в этой игре? В спину смотрите, как я его бью. Инвокерус. Вот инвокерус собакус это чисто настояние. Да дай пройти! Дубейшая игра, ребят, дубейшая. Но, в принципе, видите, как прокаст все валятся, инвокер просто засыпает прокастом. Все просто в шоке, в ужасе. А че нет? Че нет? Резист стопроцентно снимает все резисты, о чем речь? Но я хочу все же, ребят, пофайтиться очень конкретно. Это можно сказать, игра, так сказать, в саппорте, но обязательно настолько полезно на ливера ботинок продавать. Ну, типа, да, я согласен, что ботинок, в принципе, нужная вещь на ливере. Чтоб можно было вариативно, чтоб было как-то юзать его у данного перса. Собираем монетки, играем на собирательство. Если когда-то аркана будет, он уже юзанул. Молодец, мой сладенький. Форсис за рун диратуск. убейте, сладко нах, думайте, дайте в него все, кидайте в него. Чтоб он там погиб. Фургив, как говорится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, уходим отсюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, и вот эта песня тву-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Апо, а я такой лотарный, а я такой лотарный, как айсберг в акер. Айсберг в акер. Понимаете? Или нет? Ой, 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 партышка, я тебе покушаться принес. А ну, зацепи его. Хорош. Ждем лотариус. Ай-яй-яй-яй. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ой-ой-ой, сколько дэмэдж там. Чпонька. Все, я побежал. Феникс сейчас такой на развороте и тычку даю Фениксу. Нет, не даю. Ладно. МКБ надо. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ту-ту-ту-ту-ту-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Станчик, плиз. Спасибо. Я пошел. Топ-убачине. Ребятки. Сорян. Тут файтится не получится. МКБ на дачу. Кура висит. До сих пор уже 90 минут висит. Ой-ой-ой-ой. Просто смотрите, какие руны. Ой, я походу сейчас сдохну. Сердце прихватит от таких рун. Просто. Ну, найс. Чисто. Боже. Это неуязвимость. Это залог успеха. Почуть будем подфармливать, пока ребята спят. Доброй ночи вам. Там, спокойной ночи, малыши. Все фигни. Сех, дайте куру. Дайте куру, дайте куру, дайте куру, дайте куру. Джавелин. Еще один джавелин. Все. Найс. Я готов, как говорится. Я готов. Ой-ой-ой. Ну, я хочу подраться, ребят. Пятерых зацепили. Зацеплил. Гоу. Сносите ему лицо. Пятерых зацепили, и поехала. Так, Блодстаун, рейс себе. Очень важно, если честно, рейс себе. На кого? Ес, сори. Сори. Сори, ес, бери куру. Сорян. Я не сорян, я сорян. Извинились перед нашим тиммейтам, потому что неуважение к тиммейтам должно быть. Ай-яй-яй-яй-яй, посмотрите на наш деммейт, ту-ду-ду-ду-ду. Ну-ну-ну, ну-ну-ну, а-та-та. Блин, да свинюка, вот шо, что я раньше-то не вышел, но уже тебя бить не буду. Все, гоу, гоу, еж, гоу, еж, как говорится, гоич. МКБшка, боже, у меня сейчас столько будет деммейджа. МКБшка, 400 деммейджа с руки. А если свапнет, будет очень плохо. Будет очень больно. С лурки, металлурки. А че, как заходить? С моей только-только комбинации? Только с моей комбинации можем зайти. Го, го, я начну, ребят. Ой, я ничего не могу сделать. Я начну. Я начну, ребят, я сказал, что начну. Я начинаю, так сказать. Немного тяжело, если честно, нужно оставлять иллюзию, уже когда файт начинается. Но вы видели, какая тема, типа. Ой, какой форстау был сейчас неожиданный. Кто форсанул? Ну, признавайтесь. ЕС, наверное, форстау. Конечно. Это еще был ЕС. ЕС подсейвить хотел. Сларк пошел, свидетель. Понимаю. Ну, вы примерно видите, как файты начинать. Файты начинаются просто на изи. Ну, там Сларк еще прыгнул с сайленсом, подмоком. Но, типа, под сон. Все подзаснули, там такие просто храпят. скучновато. Все равно. Такой, знаете, тимфайтерский персонаж в команде души просто на на классику. Все, гоу. Блин, ну тут сейчас пусть он дум даст и дальше будем драться. Понимаю. Понимаешь. Пол лотара есть, 12 секунд. Пол лотара. Дум хотел дать. Осуждаю тебя, братишка. Оу, даст ты, мои велики. Побежали, у меня столько мувспида, что тебе даже не снилось. Башек, куда они бегут? Они что, дурочки? По моим знаменикам. что Сларк пишет, Таурена вообще бьют и ГГЗБ он я такое не читаю, маты не читаю Сларки вот эти, Сларки Гоу, баши ус, баши ус, ребят, сделаем Сманы, конечно, тотальные проблемы у нашего персонажа, потому что Ксеназис дурачок собирает всякую хрень Но вы видели, как больно было Свинюке Свинюка сказала, ааа, уи, просто и все 8-1-16, ну такое, 16 ассистов, 8 фрагов Все думы у меня были Пойдем Сларку, Лаксовому Сларку поможем Имба, реконнекти Хочу файт, хороший такой, чтобы прям аж Мега кейл, ультра кейл, рэмпэйдж Доминатор помогает Решает вопрос, так сказать, Доминатор, оригенисты Мурлок, Найт Краблер Закончим Гоу, закончим, мы уже пара стримить А я уже вторую игру сижу Понимала Понимаю, счастье Рес, игра, рес, игра Рес, игра Мои фраги, мои крипы Все мое Дайте ему думав Блин, холю Ничего не хочу избавить, убивайте его Не хочу убить Най мне И он Ван, тычка А, не, не Ван Че не бьет персонаж-то? Эй, оу, воу не бьет понимаю понимаю спасибо сларку за победу как говорится сейчас бару такую поймать давай прыгай ваш разбирать ваш разбирал пойдет такое ультра kill такой себе какой-то персонаж стоит тупит что-то там такое мотив на 100 секунд 36 секунд до ультима это может еще очень сделаем не знаю скучновато играет ребят на самом деле вышло но наверно остановимся на этой игре первую игру я вставлю нарезочку небольшую наверно не буду вставлять всю игру чтобы вам было поинтересно 2 игра видите сларк просто тоже моя аура очень много дает на самом деле аура много дает феникс пришел у феникса и сюда и братишка да почему у меня персонаж иногда не бьет я не понимаю просто как будто в дизарме ладно ох уж это ару тут надо блин попытаться застилит на не застилит ойи-ой ой там свинюка не думал там же а blade mail link и я тут умру и сюда а свинюки тоже б я сейчас блэдмэйл умру о не умер понимаю божескими хитпоинтами тут бегаю а просто дай взлезал я той воздух понимаю скучно скучно похоже тесла арки похоже тесла арки свапчик будет там такая вот к . скучная slark 24 фрага понимает 13222 я отыграл но 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 на этом наверное остановимся потому что в принципе в теории я показал несколько файтов хороших тоже было ребят если у вас есть друзья нет стоп давайте так сделаем симком понравилось и понравится нарезка которую я вставлю ставьте лайк обязательно ребят подписывайтесь на канал просто ваша мотивация ну вот ваши подписки там мотивация чистого но на то чтоб я делал то что я делаю и если вам понравится это нарезка тоже который сейчас будет от души ребят всем спасибо и милости прошу на мой канал на мои стримы от души вам всем ребят давайте я пошел и так ребят карточка начинается у нас пойдем мы на центральную попросили ребят центр никто не возразил что мы идем центр принципе там один парнишка что-то начал выпендриваться но ничего мы сказали ему расслабляйся братан и получай удовольствие инвокера мы отправили на низ инвокер принципе соизволил пойти у нас на низ поэтому поэтому пойдем центр почему скажете вы рублю я тут деревья я вот сейчас немного порублю все написал и будем будем работать по страдке возьмем постараемся быстренько взять фейсы постараемся извините постараемся как можно быстрее сдать файсы и будем а второго спела брать ему в спид дэмэдж и бегать соответственно на центре максимально рау мити и максимально руинить игры пацанам как говорится на ней нормально пойдет так ну поливает у нас всем чем можно у собаки боже там что происходит как обычно у меня знаете это чисто ки файтинге на улице загрызить это может кого нить хорошо есть сапожок и надо будет наверное взять нам тангусы ребят ну что так понимаю он поливает и стик бы желательно у него оттуда он собрался тупо поливать так зря этих отвел поехали поехали вот так вот сделано эти сейчас вернуться не главное больших принципе отвести все хорошо позже что там происходит на улице я просто ладно забудьте ребят не обращайте внимание постараюсь максимальнич чтобы вы не обращали внимание на эту тему сейчас этим не поделать но тхд поливает крипы не хотят наверно переагриваться да но у них не переагриваются крипы потому что они скорее состоят типа считается что в лоу-граунде и поэтому немного не отводятся не зря взял тангусы но еще бы стик очень много айтема второстепенных так 60 процентов ауру все сделали нижний кем и боковой и стак ним и побежим уже так стакаем здесь венга не заблочит нет но тупой чувак походу заблочил ни один к осуждаю таких людей зачем так делать она т.п. вот так вот сделаем все вязаем файзы побежали эх ходу не удастся у нас сделать тот фраг но немного 228 дэмэджа одну тычку хотя бы раз два тел не понимаешь что происходит наверное это что за урон читер мы сейчас тупо гаустак ним дефолты прокаст давай 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 а ну я тут походу а я и откидывает еще а есть сколько там хитпоинтов посмотрите неужели я сдохну сейчас ласточка уф-уф гауна б втф как я как просто мудак хорошо вот теперь пак не мудак а все все собралась собьет собьет но убежим у нас многому спида вон шкуру не слили хорошо но пойдет в принципе неплохо напихали как ну и зайти хорошо тут крипчиков зацепим и так не тупи плиз побежали 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 бежали посреди какой файт прекрасный сколько дэмэджа 400 400 дэмэджа я тут умру один в поле войн один в поле войн ну просто не знаю размолотил там команда не знаю я не видел их по карте но вижу что что-то стоят но видимо афкан а я там просто ворвался на на мужика как говорится чисто даблкил заслуженный а прикольно вивер делает кидает боже венга то как раздает какая сильная венга то пак там крутится на все есть минус жучки кидая торчит и фигал там диффуза по колдолу хищу хищит накидывает молодец у меня есть бкб я сейчас бкб буду просто драться в небо в идеале тени убить чтобы он не убивал и а вивер то чё вивер тараска на спектре ну поссорим как с тараской она будет жить на из концовочка понимаю